Приветствую вас! Я, пожалуй, отвечу на ваш вопрос в два этапа, то есть разделю свой ответ на две части составные. Вот. Первая часть будет касаться непосредственно того, что вы спрашиваете. Первая часть будет касаться непосредственно того аспекта, который вас интересует. Ну, потому что вы все-таки задаете вопрос именно с этой целью, с целью получить ответ, вот, на вопрос, на свой. А потом я выскажу определенные свои соображения, ну, по поводу остальных моментов. Итак, как правило, мужчины, значит, такого вот типа, как ваш товарищ, боятся ответственности. Они боятся близости, они боятся сближения очень сильно, вот, боятся потерять свою свободу, боятся стать несвободными, боятся того, что женщина их как-то, значит, будет подавлять. Вот. Что-то еще. И поэтому такие мужчины могут проявлять очень сильную осторожность, как бы, ну, даже если женщина им нравится. Что-то есть. Этот момент, мне кажется, в любом случае, вам нужно учитывать. То есть, смотрите, да, мужчина 43 года, он, судя по всему, не женат, хотя об этом вы ничего не пишите, вот. И это не случайно. Как не парадоксально, да, это не случайно. Случайно, что он, значит, не женат. Это означает, что близких отношений человек избегает. Вот. И все. То есть, по сути дела, это вот единственное, что вам для себя нужно понять, что так или иначе мужчина близости боится. Любой, вообще. Вот. С этим связано и то, что он занимает руководящую должность, и тем, что ему 43 года, и тем, что за 43 года у него не появилась постоянная женщина, судя по всему, ну, судя по тому, что вы пишете, да. Ну, вот. И так далее. То есть, это единственная проблема ключевая, корневая, да. Вот. Так-то, да. Так, может быть, что и вы ему не понравились, и что-то еще произошло. Но лично я склонен считать, что это все демагогия, потому что, если бы вы ему не понравились, да, то я не думаю, что он бы с вами общался. Вот. Я не думаю, что он бы с вами как-то вообще взаимодействовал бы. Вот. Если бы вы ему не понравились. Потому что, ну, сами, вы сами понимаете, да. Зачем человеку тратить время, да, на того, кто не вызывает интереса. Так что, я думаю, что вы ему не понравились. Вот. Понятно, что, может быть, как такового именно взаимодействия между вами, как такового, может быть, может быть, недостаточно. Вот. Это я понимаю, да. Это может быть. Но, тем не менее. Дальше. Может ли он, значит так, подскажите, стоит ли мне писать ему первое? Абонин. Вам стоит писать первое ему только в том случае, если вы ничего не ждете от него. То есть, если вы ничего не ожидаете от его, ну, в ответ от него ничего не ждете, то пишите первый. Никаких проблем с этим нет. Почему бы не написать. Вы друг другу, по сути, ничего не должны. Вы друг другу, по сути, ничего не обещали. Вот. Поэтому, я думаю, что ничего страшного, если вы будете писать ему первое, нет, ничего страшного не будет. Вот. Другое дело, если вы чего-то ждете от него. Это вот уже совсем другая история. Потому что, в этом случае, вы постоянно будете чего-то ждать. Вы постоянно будете чего-то ждать. И если он не будет вам давать того, что вам хочется, то вполне вероятно, что вы будете испытывать разжирование, боль, негатив или того, что он не дает вам того, что вы хотите. И ваши отношения будут ухудшаться. То есть, сейчас, сейчас, в теории, да, мужчина может к вам привыкнуть. И привыкнув к вам, он, в принципе, имеет, как бы, все основания, да, вас нуждастся. Вот. Но, если вы будете на него давить, да, и чего-то от него требовать, то, в этом случае, он может еще больше отдалиться от вас. И, по итогу, вы добьетесь своей цели, ну, с точностью, с точностью, да наоборот. Понимаете? Вот. Я не думаю, опять же, что вы этого хотите. Для себя. Не думаю, что это ваша цель. Поэтому, мне кажется, что так. Дальше, может ли он отвечает известностью. А здесь, по моему мнению, аноним, вы не уверены в себя. То есть, вы считаете, что мужчина может отвечать вам известностью. То есть, вы не считаете, что человек, вот, испытывает вам симпатию. Вы сразу принимаете это, как бы, на свой счет. То есть, это называется интроекция. Вы интроектируете определенные действия человека на себя. И сделаете это в ключе своих мыслей о себе. И именно ваши мысли создают дополнительное напряжение в этой ситуации. Напряжение, которое, в принципе, не нужно. Напряжение, которое, в принципе, возникло на ровном месте. То есть, я прошу вас учитывать данный аспект. Я прошу вас обратить на это внимание, потому что это важно для вас. Очень важно. И я надеюсь, что вы сможете подкорректировать свое поведение. Дальше. Следующая моя часть будет касаться непосредственно вас. С чем связано, что вы знакомитесь в интернете с мужчинами? Означит ли это, что в реальной жизни у вас есть проблемы? Проблемы с личной жизнью, например. Проблемы с, ну, сближением с мужчинами. Означит ли это, что у вас есть проблемы с женским поведением по отношению к мужчинам? Означит ли это, что вы не знаете, какая вы женщина? А надеюсь ли это, что вы также, может быть, боитесь близости, также, может быть, боитесь, ну, сближения какого-то и так далее? Если да, то с этим нужно работать. Потому что эта проблема достаточно серьезная и она уже касается вас лично. А дальше, значит, переписывались весь день Пасхи и в следующий день присылал фото, что делает данный момент, если учить, что мне 45, ему 43. приписка была моей инициативой. Ну, смотрите, мне кажется, что здесь вы не разобрались с тем, чего хотите. Ну, именно вы не разобрались с тем, что вам нужно. То есть, вроде бы вы и начали писать ему первый. Да, вроде бы вот так вот у вас началось сообщение. Общение началось с того, что вы стали писать ему первый. Ну, это неплохо. Это неплохо. Но, важно понимать, для чего вы это делаете. Чего вы ждете взамен. Да, об этом я уже говорил. И соответствует ли такое, значит, ну, поведение ваше, ну, вот именно такое поведение ваше. Вашим представлением о том, как, как все должно быть, то есть, ну, вашим представлением о том, как должны устраиваться отношения между мужчиной и женщиной. Интересно ли вам, ну, вот, с ним взаимодействовать или нет? Получаете ли вы удовольствие от простого взаимодействия с ним или нет? Это вот все то, что вам нужно для себя обязательно выяснить и разобрать. Ну, просто потому, что это важно. Дальше. Так, он свежливо отвечал, на вопросов не задавал, там первый не пишет. Потому что, ну, видите, да, он как бы так вот себя ставит, что ему первый пишет. Вряд ли так свободен в течение дня для того, чтобы что-то написать, хотя вижу его онлайн регулярно. Ну, знаете, Мужчина, может быть, воспринимает вас не всерьез, а сейчас. Вот. Поэтому, тут, что же, ну, необходимо это учитывать. На мой взгляд, куда более важно, как вы относитесь к разнице возрастом, такой большой, и, собственно, для чего вам мужчина. Вот. Вот. На мой взгляд, это куда более важно. Ну, вот, в принципе. То есть, я бы рекомендовал вам обратить внимание на цель. То есть, для чего мне мужчина, зачем он мне нужен, что я от него хочу получить. Вот. Насколько я заинтересован в нем, в мужчине. Вот. Вот. Вот это все то, значит, над чем вам я рекомендовал бы подумать. Подумать, ну, бляд, потому что это вот прям жизненно важно. Вот. Вот. То есть, вы знакомы с всего ничего, да, а вы уже переживаете по поводу того, что он вам с первой не пишет, уже сомневается в себе и так далее. Ну. То есть, здесь как бы наблюдается сверхмотивация отношений к мужчин. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я понимаю, почему вы предоставили так мало информации о нем. Потому что, возможно, вы его не знаете хорошо. Но, не совсем понятно, почему вы предоставили так мало информации о себе. Видите, напиши вы о себе получше, напиши вы о себе подробнее. Может, можно было с большей уверенностью сказать, какие проблемы у вас. То есть, не у мужчины, да, и не гадать, что с ним и почему он поступает определенным образом. Например, не гадать, а рассмотреть вашу субъективную сторону и помочь вам стать более свободной в этой ситуации и более контролирующей, можно сказать, то, что происходит. Поэтому подумайте, чего вы хотите. Исследовать поведение мужчины и гадать, что у него. Или поработать над собой и благодаря решению своих проблем привнести максимальное количество ясности в свою жизнь и в свое поведение. Ведь согласитесь, что сейчас вы находитесь в неком состоянии неопределенности. И это состояние неопределенности вы хотите уменьшить, купировать, да, в том числе и за счет этого мужчины. А это, в принципе, неверная позиция. Ну, то есть, эта позиция деструктивная для вас. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.